В Новосибирской школе номер 134 подвели итоги первого учебного полугодия с пятидневкой. На эту схему с начала учебного года перевели все младшие классы. По субботам в расписании кружки и дополнительные занятия. Ходить на них ребенку или нет родители решают сами. Сегодня о том, чтобы перевести младшие классы на пятидневную неделю, задумываются во многих школах. О плюсах, минусах и альтернативах расскажет Артем Шершнев. В 134 школе теперь для начальных классов занятия в субботу перешли в разряд необязательных. Дополнительные спецкурсы, внеплановые кружки. До этого несколько месяцев педсовет и родители искали тонкую грань между выходным и учебным днем. Опасения были в снижении качества обучения учащихся. Поэтому очень тщательный анализ был проведен. Качество знаний не снизилось. И это еще раз подтвердило, наверное, тот факт, что дети готовы, наверное, внутренне к переходу на пятидневную неделю. Теперь, когда первое полугодие позади, никто о переходе на пятидневку не жалеет. Опытом уже заинтересовались и родители учеников других школ. Детям нужно и другими делами тоже заниматься, а не только учиться. Потому что сейчас вообще школьные программы, они настолько серьезные, что дети или учатся, или делают уроки. Вот одно из двух. Поэтому отдыхать-то когда-то тоже надо. Ну потому что у родителей тоже пятидневная рабочая неделя. Больше времени можно провести с семьей, пообщаться с детьми, куда-то сходить. Чиновники оптимизм родителей не разделяют. Количество учебных дней, разумеется, можно сократить. Но недовольные найдутся всегда. Можно упаковать учебный процесс в пять дней, но он будет очень плотный учебный процесс. И тогда родители чаще всего начинают опять же жаловаться о том, что у ребенка перегрузки, что много уроков. И даже тот выходной суббота, который дается, он как бы не компенсирует вот этих затрат. Кроме того, часто родители стараются освободить субботу от школьных занятий для многочисленных кружков, спортивных секций, занятий с репетитором, но не для отдыха. Конечно, наша нервная система, психологическое состояние к концу недели очень сильно устает. Поэтому, конечно, желательно сохранять вот этот баланс. Скажем, оставлять на субботу, возможно, факультативные занятия или занятия меньше нагруженности, чтобы была возможность, ну, по крайней мере, ребятишкам полноценно отдохнуть. Некоторые идут еще дальше. Родителей Ани Григорьева не устраивал даже пятидневный график учебы в школе. Дни, проведенные за парты, девочка вспоминает без удовольствия. Надо было рано вставать сильно. Еще там, ну, просто потому, что переменки маленькие были, а уроки долго, сидеть долго тоже не сильно нравится. И это устаешь. И у меня есть настроение сегодня поучить с самого утра, тогда я учу. Если нет, я поиграю с братиками-сестренками, а потом только сажусь и чего-нибудь учу. Теперь Аня и ее братья и сестры на домашнем обучении. Российское законодательство это позволяет. Правила, количество и качество, расписание уроков родители устанавливают сами. Но сдавать экзамены и проходить аттестацию дети все равно должны вместе со всеми остальными в школе. Артем Шершнев, Мария Черешнева, Лидия Захарова, Юрия Боброва и Остап Григорьянц. Новости здесь, Новосибирск.